Особое мнение на 101FM Тот самый, который вызывает Одно из, наверное, самых больших Я имею в виду число претензий Водителей Вы как участник рабочей группы По контролю за ремонтом и содержанием Следите за этой ситуацией Как оцениваете состояние Дорог в областном центре Я совсем недавно принимал участие Это была пресс-тур Или что-то связанное администрация Проводила по поводу гарантийного ремонта Поближе немножко Гарантийного ремонта И я присутствовал на этом мероприятии Высказал практически все Основные проблемы системные Которые существуют И большое сожалению Давайте напомним В чем видится вам проблема Нам в очередной раз к началу лета Пообещали по гарантии Отремонтировать участки Это у нас каждый год проходит Каждый год проходит, не успевают В результате не все, конечно А часть дорог из гарантийного срока Выбегают И приходится это делать Если приходится, то за счет Муниципального бюджета То есть в рамках текущего ремонта Да Потому что начинаются Эти все судебные процессы Хотя мы Сами пришли к тому Администрация хотела Чтобы было Как бы два основных исполнителя Но речь о субподрядчиках Никогда не велась И война с субподрядчиками Самих саказчиков Останных Ну как бы никого не интересует Ни жителей, ни депутатов А получается, что они выходят В судебные процессы И... Там в чем суть-то заключается Этих претензий? Ну вы... Субподрядчики Субподрядчики отказываются, что ли Выполнять гарантийный ремонт? Или их вообще исчезают Такое тоже есть То не банкротятся Некоторые Не выполняют решения И должны тогда Основной заказчик это делать Он не очень успешно этим Хотя вроде бы и занимается Но делается это Так, что Прихожу дороги Вот даже у меня на округе Часть дорог выпали Хотя я поднимал вопрос Разбирали это на комиссиях Что вот надо провести Определенные ремонты Это там касалось Улицы Красного Химия Но я напомню Ваш округ Заречная в том числе Часть города 60-летие октября Ну и ряд других мест Где Были уже такие нарушения Которые надо было Приводить в порядок И они тоже Еще раз повторяю Произошли из-за тех Системных нарушений Которые С которыми у нас К сожалению Никто не борется Это Еще раз возвращаемся Слабый линейный контроль При исполнении работы Использование материалов Ненадлежащего качества Или что Ну они как бы на бумаге Надлежащего качества Получается Но по факту Замена на более Дешевые Или что Они вообще Из другого региона Берутся Где раньше Кировские дорожники Вообще не брали Они берутся С Товского завода Где Битл считался Вообще Неприемлемой Для нормальной работы А последних два года Берем В связи с тем Что мы заключили Соглашение с Лукоилом Руководством Какого-то плана Потом У нас существует Всего две лаборатории Которые проверяют Качество Выполнение работы Да Мы говорили об этом Одна в Автодоре Другая в ГДМС Нет независимой Лаборатории Нет независимой лаборатории Фактор Фактор Ну То что там Закупки у единственного Поставщика У нас больших объемов Проводится Понятно Это конечно Экономическая часть Темы Да Но вместе с тем Это же Часть Темы по качеству В том числе Ну и еще ряд Других вопросов Которые Знают Как бы В руководстве Города А инициировать Инициировать Более Не знаю Что-то Пристальное изучение Этих всех процессов Ну они все Рабочая группа Все эти Вопросы Изучала Рекомендации Направляла Ну и вот Как мы видим Вот у нас Повет Автодора У нас тут закрутилась История Депутата Ваших коллеги Из УЗС А результат Еще год Протянется Я надеюсь Что его пока нет Может быть Получим Какие-то Весомые выводы Сейчас же Закупки проходят И все остальное Я не вижу Очень больших изменений В этом плане Много ли уже Юрий Львович Участков В областном центре Дорог На которые Истекает Четырехлетняя гарантия И которые Находятся Ну конечно Те что делали В 19-м году Вот сейчас Будет перечень Участков Игорь Львович Составлен В прошлом году Он здесь И с чем-то Участков составлял Я думаю Что в этом году Он будет больше Сейчас Беда-то в том Что Дороги Прошедшие БКД Четыре года Пять назад Они считаются В нормативном состоянии На бумаге Их однажды Зафиксировали Отправили эти данные Ну а вы же видите Во что это Превращается Взять улицу Проезжую На Слободской Соответственно Да Колейность Выщелачивание Ну и все остальное Где асфальт Кусками вылетает Пытаются делать Ремонт Как бы картами А надо Там практически Уже все понятно Что это было Еще в прошлом году Сплошным массивом делать Потому что То есть По идее Речь уже идет О заново О том Что бы делать Ну хотя бы Первичный слой Последний Первый слой Верхний слой Потому что Все участки На улице Проезжие Которые между Картами Опять В неприглядном Состоянии Находятся Совершенно Может быть Тему поднимать В том числе На федеральном уровне Сигнализировать В Москву Вот мол смотрите Спасибо конечно За то что Средства огромные Выделяются На проект Безопасные Качественные Качественные Автомобильные Я думаю что это вполне Все вопросы Решаемые На местном уровне Если этим заниматься В общем Ждем Активного Сейчас этапа В том числе И гарантийного Ремонта До июня До июня Надеемся Конечно сроки 1 июня Это очередной Абсурд Который не состоится Я думаю Слишком смелые Да Такие сроки Поставлены Да Маловероятно Но может Всякое бывает Погода позволяет На самом деле Заниматься А текущий Ямочный ремонт Он на ваш взгляд Насколько активно Сейчас проходим Он идет У нас большая проблема Люки Как мы знаем Да И если одна из организаций Очень эффективно И качественно занимается Этим вопросом Имеет водоканал У нас есть организация Которая тоже имеет Большое количество люков Но интенсивности В этом вопросе Мы не видим Вот я предлагаю Сейчас на следующем заседании Комиссии Городской думы Заслушать Эти организации Которые не переходят При ремонте На плавающие люки Которые теперь уже Обязаны По законодательному порядку Согласно правилам Благоустройства Их устанавливать Но подождите У нас ведь Несколько лет назад Даже специальное оборудование Приобреталось Это водоканал А водоканал Это приобретал Он не использует Про ГДМС речь шла Нет У ГДМС Не располагает такими Возможностями Это водоканал Свои люки Ставит И мы видим результат Они в 2-3 года стоят И они реально стоят На трассах Где нагрузка А мы каждый год Перекладываем Вы помните сколько улиц труда Или Казанская Вся проваленная Да Вы помните Насколько месяцев Закрывали Казанскую Делали глобальные ремонты Несколько месяцев Сейчас просадка Вновь отремонтированных мест Где у нас Доблест на это плюс Поработало Люки все Там где и положено Внизу находятся Не на уровне Почему-то Дорожного палата Ну таких мест С люками Вы сами знаете Любой перекресток Возьмешь практически А это влияет Опять же На безопасность Дорожного движения Потому что Водители меняют направление Что запрещено Конечно Правилами делать Маневрировать Маневрировать начинает Спасая Свои Имущества Потому что Она сейчас очень дорогая Вы сами понимаете Ну я понимаю О чем вы говорите Страховка Сейчас уже не окупает Ремонт Не покрывает Осаду Увы И понятно Что это происходит Я думаю Что и рост Дорожных происшествий О которых мы тоже Хотели поговорить И уже видимо Начинаем говорить Он и В том числе Из-за состояния дорог Проходит Мне так говорят Что очень хорошие Дороги летать начинают Такое тоже есть выражение И просят установить У меня есть такие обращения Лежачих полицейских Чтобы Интенсивность потока Снижалась Но вместе с тем Мы понимаем Что Существующее дорожное покрытие Тоже Если это Глубоко анализировать Наверное Приводит К определенному количеству Ну а с освещенностью Это связано Еще тоже На пешеходных переходах Ну да Вы уже начали Комментировать Этот вопрос Который хотел задать У нас март Начало апреля Это очень активное В печальном смысле Временно Дорожно-транспортные происшествия Сегодня с утра Опять Новости о том Что где-то пешеходов сбили Где-то несовершеннолетнего мотоциклиста И так далее И тому подобное Буквально недавно Глава администрации Кировской Вячеслав Семаков Обращался в адрес Исполняющего обязанности Начальника отдела ГИБДД Города Кирова Там ситуация была связана С тем что Водитель оставил Свой легковой автомобиль И перекрыл движение Нескольким троллейбусом Ну это видимо Один из таких примеров Гражданами нашего города Это вообще Чудо которое Не в каждом городе увидишь Вы как автолюбитель Видите как паркует у нас автомобиль Ну то что где попал Это понятно Вижу Ну и само качество парковки Посмотри какое расстояние Между автомобилем Наши доблестные водители Оставляют Там по 2-3 метра Ни в одном нормальном городе Такого вообще нигде не увидишь Ну мало ли что Вы же сами только что сказали Юрий Львович Емущество дорогое Мало ли зацепишь Что-то поцарапаешь Потом придется тратиться Культура Культура Конечно культура Ничего другого Если у нас Любят все Без поворотников ездить Как вы сами знаете Ну хоть не все Но Я добросовестный водитель Хочу похвастываться Не допускаю таких случаев Я спросил одного человека Говорю Ты что без этого Ездишь в поворотик же А зачем им знать Куда я поворачиваю Есть ответ был Я не знал Что уже на это ответить Пусть будет загадкой Да А зачем я всем знать Куда я еду Я то всегда думал Что Вот я тоже думал Чем дороже автомобиль Тем забывают Включить в комплектацию А нет Вот я хотел заметить Что более дорогие Водители на более дорогих Автомобилях Почему-то включают Чаще Добросовестно Добросовестно Относятся Да Ну это же Ваша личная безопасность В том числе Безусловно Так что Что делать Игорь Львович Госавтоинспекции Нужно Более приставить Жестче Конечно жестче Мы же видим Что их практически В связи с тем Что такие сокращения Прошли Прошли и понадеялись На одни камеры Мы же видим Что профилактическая Работа Она до нуля Я не скажу Что сведена Мы хоть этих Алкашей водителей Вылавливаем По выходным дням Подождите Традиционные акции Они есть Там Внимание Дети Там Пешеходный переход И так далее Но вот почему-то Мы понимаем Такой всплеск Патрулирование Сотрудниками ГБДД Наших улиц И дорог Мы не видим Так Честно вы видите Автомобиль Который проверяет Ну честно говоря Не обращаю На этот Какое-то Пристальное внимание Ну да Где-то есть Да Вроде Проехали Да Даже потому что На случившиеся аварии Знаете Сколько времени Ждут Чтобы приехали Хотя Многие наши К сожалению Автолюбители Нарушают правила За которые штрафуются Что если Произошло столкновение И нет Потерь Кроме материальных То они должны Составить европротокол Должны освободить Проезжую часть А у нас стоят И ждут там Комиссара Не комиссара И вообще непонятно Для чего И когда Объясняют Что вы нарушаете Правила дорожного движения Ну кроме Определенного набора слов Ты ничего не услышишь Ну согласен Я тоже обращаю Внимание на такие ситуации Их достаточно много Их много Я думаю что Граждане В большинстве Не проинформированы Даже и не знают Ну вот сейчас Сезон Огородный Начинается Садовый Дачный В том числе Пожилые водители Поехали На своих Зачастую Не очень новых Машинах И вот я думаю Что им Довольно трудно Ориентироваться С каждым годом В этой дорожной Обстановке Ну да Круг появился Вдруг Что с ним делать И как его объехать В общем Какой-то клубок Проблем Ну да Есть такая вещь Которая Так просто не решить Вот по поводу парковки Да Опять возвращаемся К теме Ну когда уже мы Как-то попытаемся Освободить сотрудников Госавтоинспекции От того Чтобы оформлять бумаги Я имею ввиду Муниципальную Какую-то инспекцию Что в этом направлении Работа ведется Насколько я понимаю Так И когда-то Говорилось об этом В конце прошлого года В том числе Что мы сможем Но пока это могут Как бы объяснять Что можно делать Только в городах Федерального подчинения Вроде бы В Государственную Думу Внесен законопроект Который будет позволять На уровне регионов Регулировать эти вещи Угу И у нас Насколько я знаю Кольцер законодательное собрание Этим вопросом занимается Угу Ну в общем Пока на данном этапе Все зависит от конкретного водителя Соблюдать ПДД Ну да Начинать нужно с себя С себя только лишь Да безусловно Но у нас вот кстати Ну администрация должна Создавать все условия Чтобы водитель Соблюдал правила дорожного Конечно Ну я думаю Что все уже заметили Ну многие уже заметили Что у нас еще один фактор такой Появился на дорогах Это так называемый Кикшеринг Прокат самокатов Который не так давно Пришел в наш город Я тут проезжался И прогуливался В выходные По областному центру Очень много молодежи Попросту говоря Ездят зачастую Как попало Дорожки Недорожки Пересекают На муниципальном уровне Траекторию Определить пешеходов Проезда Запретить тротуары Категорически Ну вот в Казани Например Было принято еще В 21 году Решение о том Что если 16 лет Не исполнилось Извини ты не сможешь Взять его в прокат Хотят и думают У нас Ну руки Наверное не доходят И считают это Такой глобальной проблемой Но ведь и слава богу Пока у нас не было Серьезных происшествий Серьезных происшествий В больших городах Там уже достаточно Много травмированных людей Из-за Проезда самокатов Ну я и думаю Что и ограничением Скорости Это федерального Уровня вопрос Скорее всего В ним занимаются Есть уже ограничения По скорости перемещения Но то что места И зона перемещения Должны быть определены На муниципальном уровне Даже сомнений нет Ну вот Конкретно Постараюсь внести Это на рассмотрение Нашего Вот Хорошо Наши думают Вот смотрите Конкретное место Центральный универмаг Там есть стоянка Этих прокатных самокатов Подходящее место Не подходящее На ваш взгляд Ну я думаю Стоянка Это Ничего страшного В этом нет Стоянка Это не самое главное Главное Где перемещаются Пользователи потом Тротуар Это не должно быть Место Перемещения Парки Ну по опыту других городов Там такая зона успокоения Сделана Что там ограничители стоят Есть места Где парковые зоны Разрешают Перемещение Ну и можно же ограничить Скорость перемещения Там до 3-5 километров Ну и вы знаете У нас не так много мест Где можно на самом деле Да Ну и вы знаете О том что у нас Недавно Электросамокаты Были признаны Официально Транспортным средством То есть водитель Водители другой техники А должны все-таки Учитывать Обращать внимание Соблюдать Да Там где нужно пропускать Значит надо пропускать Да Хотелось бы Чтобы эта тема Была Поднята На уровне городской думы Поэтому надо решать Определенные вопросы Она на муниципальном уровне Не дожидаясь Каких-то серьезных Постучу по столу Про происшествий Ну а в целом Юрий Львович Как оцениваете состояние Города после зимы Стартовала у нас Весенняя уборка Как известно На прошлой неделе Гороадминистрация обещает Как можно оперативнее Навести чистоту Ну вот вчера На автомобиле перемещаюсь Докладывает Я не помню Какой-то из руководителей Да Мы готовим технику Для того Чтобы при уборке Увлажнять А кто это И ролик даже Гороадминистрация выпустила Где показано Что вроде увлажняют А потом Ролик это самое главное Мы сами видим Как летит пыль Да И кто мешал Еще 15 дней назад Эту технику подготовить Мы же уже понимали Что сегодня стень не идет Да Убирать его не надо будет Долгосрочные прогнозы погоды Ну руководители Которые занимаются Этим видом деятельности Точно Смотрят И изучают У каждого Каждому человеку Наверное Доступно Да У кого есть смартфон Интернет Посмотреть Насколько там Не вперед будет Солнечная погода Поэтому Когда мы видим Шлейф пыли Который якобы Заметается Мы понимаем Что приладковая зона Не только щетками убирается И такими способами Пылесосы же есть Ну давайте поедем Сейчас по Октябрьскому проспекту Мы увидим Как убрана Приладковая зона Особенно примыкающая Я сегодня обратил Тоже внимание Новоровского Обратил внимание Сторона Которая где паркуют Машины Вот которые Нигде никто не паркует Там метровый Двухметровый Пока еще Насыпь вот этого Их метровый Сколько У нас А это же все Поднимается В воздух Летит Мы дышим То есть Во-первых Можно было раньше Конечно Можно было Приступать Ну в моем понимании Что можно было Там прям где-то Участками Да Если проезжая часть Просохла Вот пожалуйста Выходите И работайте Никто не мешал Это убирать Будем говорить И в зимнее время Мне сложно Сейчас технически Представить Технически Если машину Под краю Подгонять Все это убирается Нет Тут меня Вы же поведете В прошлом году Я В вашем программе Или у кого я рассказываю Останавливаю машину Которая едет Там в полуметре От Прилотковой части На Октябрьском Проспекте же было Я говорю Вы почему так ездите А вдруг Щетка сломается Я говорю Так они специально Рассчитаны Для того чтобы Гибкость Щеток Чтобы выметать Препятствия Выдерживать Да Ну может быть И тогда у него И вода появилась Когда я ее замечание Сделал И щетка Придвинулась Прилотковой зоне Начали убирать А вы как А это еще раз Вы удостоверение Депутата предъявляете Когда такие обращения Делаете Ну я говорю Ну я говорю Понимать не надо Объясняешь Кто ты есть Конечно Кто-то может И у виска покрутить Фига это ему надо Ну что делать Приходится Останавливаться Ну мы еще раз Разращаемся Почему это происходит Да потому что Их никто не контролирует Что они делают А какого Какого рода контроль Можно организовать сейчас Съемка Руководитель А или как Предприятие Которому Есть Транспорт У него есть подчиненные Так График движения Автомобилей По Спецтехнике Спецтехнике Там по GPS Или как они определяются Я не говорю Что он постоянно За ним следовать должен Но в контрольных Каких-то точках Если бы в период работы Появлялся Ну как называемый Сменный мастер Да Ну то есть Некий автомобиль Сопровождение Должен быть Чтобы Ну не сопровождение Да нет Да что же это Шазовые выезды Наблюдал Как-то Просто Когда знают Что контролируют Все равно Ведут себя Как-то Получше чем Когда знают Что это все Без контроля Зачем лишний раз За водой ездить Да Если можно Завершить Да маршрут Маршрут И без полива Да Ну подышат Ну поплюются Ну поругают Ему-то ведь В кабине Ни холодно Ни жарко Слушайте Если откатываться Еще немножко назад Во времени Уже который год Ведь мы от руководителя города Слышим Что мы Эту песко-соляную смесь Использовать не будем Или там будем Использовать Только в крайнем случае Когда обычных там Гранул Не хватит Перешли Но это Тоже соль Определенного вида Точно так же Ведь грязно снова Весной Это вот эту Прилотковую часть Которую мы сейчас обсуждаем Опять песок Мы вывозим Ограниченное количество снега Мы же не убираем полностью У нас снег лежит Где? На тротуаре Вдоль обочин Вдоль обочин Хотя нам называют Гигантские цифры Да На которые можно Как бы в год По одному садику детскому строить Так сравнивают Но мы же понимаем Что процент вывозки снега На самом деле Не глобальный Но в этом году Нам ведь говорили о том Что у нас прям какие-то Задачи по вывозке стояли большие Они выполнены Приложение от Нашего муниципального предприятия Построить на базе Ливневой канализации Плавильные Участки Плавильные станции Плавильные станции Да Вот в Чемпецке уже работает такая Слушайте Мы весной Или где-то в начале зимы Я задавал вопрос Вячеславу Николаевичу Он говорит Что у нас не настолько Много снега У нас не настолько Большая территория города Чтобы Позволить себе Загрузить снегоплавильную станцию Работать на сто процентов Хватает Хватает? Поверю Значит Вячеслав Николаевич Немножко Ну Ты не Может Да не до конца Просто изучил вопрос Да еще несколько Надо ставить Чтобы плечо было Меньше Такая возможность Есть Чтобы как можно меньше Транспортировкой заниматься Да вот недавно для депутатов Предоставлялась программа Развития нашего Муниципального предприятия В которой говорилось О том возможности Желании И возможности Желании построить Несколько Таких снегоплавильных станций Кирилл Чемпецкий В общем уже работает Я не знал Кстати Интересно Вот я тоже не знал Теперь знаю Ну смотрите А в городах Рядом с нами Казань Нижний Новгород Пермь Давно уже Практикуется Да Ну смотрите Судя по вашим словам Особо-то ничего не меняется Если не сказать Что вообще ничего не меняется В плане Весеннего состояния города Как была Грязь Пыль Песок Так и это все остается Весна раньше пришла Весна раньше пришла Это изменилось А люди на повышение Пошли в администрации Вот например Дмитрий Печенкин Который долгое время Благоустройством городским Занимался Он сейчас Далеко не худший исполнитель Далеко не худший И было бы Не я ведь не в укор Да И было бы очень жалко Чтобы он В череде других чиновников Вдруг покинул администрацию Этого бы не хотелось Достаточно исполнительный человек И помнящий И знающий Проблемы Может Ну Видать не все по силам Одному Разгрести ему Это дело Ну я так Хорошо что растет Я так уже к теме Это не худший вариант Новых кадровых назначений Да В мэрии перешел Ну я думаю что их даже обсуждать Пока Достаточно рано Ну смотрите Я думаю что это такое Заметное явление Например возвращение Сергея Александровича Торохова На пост начальника Ленинского телеправления Ну вот Сергей Александрович изучил Проблемы Ленинского района Как он сказал При На заседании комиссии Где мы рассматривали его кандидатуру Вот он через месяц Расскажет нам О проблемах Ленинского района И как он их будет решать Вот тогда можно будет что-то обсуждать Родного Ленинского района Вот на мой взгляд Ну он уже Да-да Он работал там Определенный период На мой взгляд Ленинское телеправление В последние годы Ну как-то вот Ну это мое лишь Оценочное осуждение Оно как-то не ярко себя что-ли проявляло Как-то вот Подзатихло Не знаю Просто я помню годы Несколько лет назад Когда начальники у нас Терруправления Они же у нас в статусе Замглавы администрации Находятся И сейчас тоже То есть они как-то вот Активно присутствовали И в информационном пространстве И действительно О каких-то очень важных проблемах Говорили Ну я вот Хочется надеяться Что как-то более существенно Существенную роль будут играть В информационном поле Могу сказать Так у нас подходит Время небольшой рекламы Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Говорим мы Понятное дело О буднях Областного центра Продолжим Через полторы минуты Особое мнение На 101FM Возвращаемся в студию Напоминаю Что мы Собеседник Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы О дорогах О транспорте О дорожной ситуации Продолжаем говорить Резонансное тут Заявление было Главой администрации Вячеслава Симакова О том Что Надо бы продать Две служебные Тойоты Потому что слишком дорого Их стало обслуживать Ремонтировать Запчасти покупать И давайте их заменим На три новых Лады Гранта Очень активно Люди обсуждали Это все в сетях Они сказали благодаря СМИ Которым не хватает Когда эти информации Добывать Понятная же тема Она тема-то такая Она же периодически Разгорается И затухает Мы же знаем Что в футболе И в автомобилях Все разбираются Это же Мне кажется Наложилось На многолетнюю дискуссию О том А на чем Должны ездить Российские чиновники Почему они все У нас на иномарках Давайте их пересадим На отечественные автомобили Да Если бы они еще ездили То было бы хорошо Ну вот Кстати да Сегодня с утра Появилась информация о том Что госструктуры В последнее время Активно начинают Китайские автопром Закупать Потому что больше Потому что нечего Нечего больше уже Ну не надо же ездить На Ладе Гранде С двигателем от девятки И без АБС Да Наверное неприлично Ну увы Сейчас такие выпускают Да В связи с обстановкой Не смогли В отличие от китайских Наших партнеров Наладить Производство автомобилей Ну смотрите За много лет Привлек тем самым К себе внимание Вячеслав Николаевич Ну да Потом в рейтингах Оценки медийности Добавляет баллы Да Я Вы знаете Это Даже не знаю Как прокомментировать Этот вопрос Ну Пускай каждый хозяйственник Решает Сам Как ему вести хозяйство Глядя на экономику Да Глядя на цифры Сколько там Но у нас же кстати Были в России Ну я вот Я бы не сделал это Вячеслав Николаевич Так как он Опытный автомобилист Ко всему еще Да Он умеет и ремонты делать И занимается этим Ну он посчитал так Поэтому обсуждать Решение Хозяйственного руководителя В таком мелком вопросе Я даже бы Тут ведь я думаю Что вопрос Не считай нужно Вопрос-то еще не решен Еще не принят Будут Нет почему Разрешение дома Он получил А уже Разрешение дома есть Разрешение Ну не факт что это уже Есть Разрешение дома есть Ну у нас Кстати есть примеры В некоторых российских городах Когда Сити менеджер садится Считает экономику Смотрит что автопарк Да Служебных автомобилей Очень много на него денег уходит И многие переходят на аутсорс Например такси начинают пользоваться И так далее Ну наверное есть такие примеры Да Резкого перехода на отечественные автомобили Я в других регионах На самом деле Не видел Давайте к более серьезной теме Ну да Ладно Оставим Не о чем Появилась информация о том Что администрация пообещала Прям выложить подробный список Исторических зданий Объектов культурного наследия Которые Чиновники хотят сдавать в аренду Бизнесу Да Пока у нас только по моему Три там адреса известно В том числе Усадьба Лебедева Вот здесь недалеко Где мы находимся На улице Дериндеева Дериндеев 61 Бизнес Понятное дело Осторожно очень Относится к этой инициативе Ну да Как вы оцениваете Я вот даже не Ну возьмешь ты в аренду Начнешь обследовать здания А там у тебя Многомиллионные Затраты на ремонт Ну мы же сами понимаем Во-первых затраты просто огромные Да И затраты организационные Очень большие Потому что все ремонты Реконструкции Не реконструкции Ремонт и восстанавливание зданий Должны выполняться Только лицензируемой фирмой Конечно От проекта до А бы какую организацию Туда не допустят Да Да Потом поиспользуем Ну и у нас заявили Что так смешно Это звучит За рубль Оказалось за рубль В этом прохаборничали За рубль За квадратный метр Так Ну это В год Рубль квадратный метр в год Ну да Это разница есть Эти 2000 рублей Или 1 рубль Вот для бюджета Муниципального образования Как вы считаете? То есть на ваш взгляд Можно было вообще тут без Без всякой платы? Конечно Я обратил внимание Потому что Село называется Вятское Это 30 километров От Ярославля И там есть пенсионат К сожалению фамилию Не помню Он восстанавливает Эту деревню Вятское Он уже восстановил 15 Там деревня не деревянная Она Каменная И оттуда Как в репортаже звучало Основные строители Санкт-Петербурга И Москвы Брались для работы И там очень вычурные Ну прекрасные здания Которые воев Ну показаны Восстановленные Он уже восстановил 15 зданий То есть поэтапно Да Дом за домом Дом за домом В них расположены музеи Высочайшего уровня Поверьте Никаких этих бабушек Там рожащих Нету Там все И технические средства Используют И вообще интересные Сколько там За репортаж Конечно успеешь Посмотреть Вот еще Он восстановил 15 зданий И собирается еще 10 или 12 Изданий за следующих Три года Затраты на первые 15 зданий Составили Чуть больше Миллиарда Ну вот у меня Такая же Ница цифра Рисуется Больше миллиарда По улицам Этого городка Для туриста Бегают Электромобильчики Шестиместные Перемещаются В зданиях Есть кафе Рестораны И посещаемый За прошлый год Если я не ошибаюсь Составил Около 300 тысяч Человек То есть наверняка В плюсе То есть Рентабельность Этого всего есть Конечно Ну Посчитайте Если 300 тысяч По тысяче рублей Оставили Оставили Ну как Музей Кафе Еда И все остальное Хорошо В Кирове Юрий Львович Есть такой Меценат Который Готов Вложить Более Миллиарда Рублей Минимум Если тут Сопоставлять Я вот До сих пор Не уверен Насколько это Интересно Там создана Инфраструктура Соответственно Во-первых Местное население Трудоустроено Рабочие места Безусловно Да Это в том числе Их немало появилось Потому что Все обслуживает Обслуживающий персонал И уровень Очень Вот Внешне Я не знаю Внутри не было Даже Появилось Желание Съездить Посмотреть На это Все То есть Другой подход Их тоже В аренду По рублю Или бесплатно Отдали Я точно Сейчас не помню Ну такая же Рубль Просто Символическая В аренду На 49 лет Кажется Мы отдали За рубль Слушайте Вот на ваш взгляд Вот прям Конкретно Есть где-то В исторической Части у нас Города Здание Со Столетней С двухсотлетней Историей Которой Можно было бы Облагородить Превратить В ресторан В бутик Как же дальше Использовать В этом же Проблема Но если бизнес Этим будет заниматься Он должен Отбивать Эти затраты Нужна парковка Из этого не может быть Ну так же С этим уже тяжеловато Да уже тяжеловато Ресторан Тоже парковка Нужна Ну то есть Не так все просто На широких улицах Деревни Вятской Виталий Это было легче Да там Между прочим Не узкие улицы Ну то есть Особенности застройки Да именно Она такая Очень по-европейски Вещая деревня Да Повезло И при том Такие вычурные Дома Они с Лепниной Там Со всякими Элементами Не готики Такого Ну европейского Шика Ну красиво Спонтриться Полтора минуты Остается Еще про Судьбу Еще Так что Судьба Наших Зданий К сожалению Под большим Вопросом И надо Более практически Подходить К этой теме Решать вопросы По аренде И по всему Мы тянем С остановками Говорим Третий год Применяющий Главах район Отдайте Концессию Остановки Чтобы сделали Хорошие остановки Чтобы бизнес Вкладывался За счет рекламы Не ларьки Только слово ларьки Убрать Торговые точки Чтобы при них были Мы получили новые Хорошие павильоны Мы получили Обслуживание Этой территории И на это же Есть желающие Наверняка В других городах Везде находят Мы только ведем Разговоры К сожалению Минута остается Буквально Еще судьба Одного здания Детский мир Рассматривалась Тема на Гордуме Неоднократно Вы какой-то позиции Придерживаетесь Я считаю Что это надо По социальной Такой Вещи отдать Сделать там Или художественную школу Или музыкальную школу Прикладного применения Потому что в этом районе Вообще ничего Нигде нет Даже чистые пруды Могли бы сюда Перемещаться Но для этого Надо передать От спортивного магазина В собственности Которая находится В униципальной собственности Чтобы дальше Проводить работу Сейчас речь идет Про объединение Клубов-перекресток Если не ошибаюсь Ну Как вы назовете Ну по крайней мере Писали об этом Да Но для этого Все равно Да Она должна Перейти в униципальную собственность Иначе она может Просто по какому-нибудь Случайному банкротству Уйти Ну Вообще Да Увы Бывают такие Ситуации В нашем городе Не бывает Дом молодежи Запротив Тоже как одна из версий Высказывается Вот я бы больше Ну а может быть конечно Но хотелось бы Чтобы какая-то школа была Для детей Потому что в этом районе Ну ничего такого уровня нет Вообще С внешкольными Музыкальной Не художественной школы Там 2000 квадратных метров Ну правда Там большую часть занимает Ну не большую часть Занимает подвалы Полминуты Да Ну подвалы можно отделить Как-то в собственности И сдать их там Какую-то символическую аренду Либо что-то перепрофилировать А остальное сейчас Пустить для детей У нас очень Нехватка большая Таких мест Благодарю вас Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Завершается на этом Время нашего разговора Хорошего дня всем Всем хорошего дня До свидания Особое мнение На 101FM